Продолжение следует... И поэтому сейчас нахожусь в состоянии, где мне очень неприятно отсутствие элементарной связности в мыслеконструкциях. Схоластые этого очень не любили. И вот я начинаю с ЕСЖ. Отвестное отношение к окружающей среде, социальная ответственность, высокое качество корпоративного управления. Сразу хочется вспомнить, что животные бывают зеленые, чешуйчатые, летающие, кусающиеся и приятные глазу императора. Понятно, что эти три конструкции не собираются, не объединяются в единое целое, не образуют баланса, не образуют Т-противоречия, не спутаны и вообще никак не связаны друг с другом. На самом деле, первое, чего, наверное, нужно начать, с того, чтобы это как-то переписать. Ну, вариант, который я предлагаю, тоже с точки зрения любого схоласта довольно бедненький, но хоть по крайней мере точки сборки имеет. Замкнутые циклы в производстве, эффективные социальные машины и корпоративная антропология в управлении. Что это дает? Замкнутый цикл хотя бы объясняет, что мы должны требовать от отношения экономики и окружающей среды. Эффективные социальные машины – очень сложная и приятная тема, очень тесно связанная с докладом, который был на букву «С» по социальности. Потому что там, по сути, речь идет о следующем. Всю человеческую историю мы создавали социальные системы, машины, которые являются очень мощными, решают огромное количество задач, но очень дорогой ценой. Ценой роста человеческого несчастья, ценой роста социальной энтропии. Сама по себе это не очень странно, что она поставит задачу на более современные модели, при которых какое-то отношение к тому человеческому газу, который работает в этих двигателях, но оно было бы хоть сколько-нибудь человеческим, это, наверное, было бы приятно. Что здесь важно? А то, что эффективные социальные машины должны быть построены не на конкуренции. Возвращаясь к теме конкуренции, я могу высказаться довольно жестко. Ну, во-первых, все эти разговоры о протестантской этике, я протестант, немножко знаю им цену. Ну, извините, Вебер не разбирался в теме, о которой написал книгу. Он путал между собой протестантские конфессии. Он написал очень интересный миф. Полезный, разумный, не имеющий никакого отношения вообще к делу. Эту работу, на самом деле, с точки зрения науки, давно пора забыть. Конкуренция чем плоха изначально? А тем, что в ней выигрывает не тот, кто делает лучший товар, а тот, кто лучше конкурирует. Что совершенно не одно и то же. Приведу простой пример. У меня есть конкурент, у которого очень хороший инженер. Я не могу его переманить, они, скажем, с детства друзья. Что мне делать? Где-то найти другого гениального инженера. Дорого, долго, может не получиться. А вот убить того инженера не проблема. Это конкретные, очень небольшие деньги. Кто выиграет в конкуренции? Тот, кто такие решения будет принимать. А не тот, для кого они недопустимы. Я специально взял крайний пример. Но, в общем-то, если мы вспоминали протестантскую этику, то Боливар не снесет двоих, у Генри это тоже протестантская этика. Отсюда очень интересный вариант. Если выигрывает в конкуренции тот, кто лучше конкурировать, не тот, кто лучше делает, то, наверное, нужно думать о том, что целью производства является максимум баланса, прибыль, польза и благо. И тогда мы получаем, что производство стремится и к тому, и к другому, и к третьему. И вот как раз максимизация баланса, где прибыль важна и польза необходима, и является, с моей точки зрения, примером эффективной социальной машины, и является также и примером перехода к хозяйствованию от экономики. Для меня это тренд сегодняшнего десятилетия, может быть, даже и чуть большего времени. Да, мы будем работать в ближайшее время в хозяйственной, а не в экономической парадигме, то есть производить продукты для потребления, а не товары для продажи. И это приведет к очень большим, значимым изменениям. И я бы сказал, что из сегодняшних докладов, как минимум три, это был рассказ про экосистемы, работающих в условиях хозяйствования. Замечу, что говоря экосистемы, я имею в виду экологическую и экономическую систему. Коротенький мой ответ на разговоры о глобальном потеплении. Не то, что наверху, это кривая температур, начиная с 500 миллионов лет до нашей эры, и кончаясь сегодняшним днем. Шкала полулгарифмическая. Это, соответственно, рост температур. Средняя линия, это на момент составления шкалы 2015 год, ноль. Можете сами убедиться в этой конструкции, какие были огромные температурные колебания, насколько они были, а там на самом конце стоят две точки. Это максимальные алармистские прогнозы на 50-е и 100-е годы. Предельный алармизм, который только можно себе представить, вот такой. Заметим, что на общем фоне этой кривой, мягко выражаясь, не впечатляет. Даже в предположении, что это прогноз правильный, а наш первый доклад показал, что, скорее всего, это просто не так. Ниже висит еще один довольно любопытный график. Это рост производства зеленой массы, биомассы, как функция времени. Обратите внимание, темно-зеленый, это как раз увеличение СО2 в атмосфере. Светло-зеленый, это изменение площадей. И последний, и общий рост температуры. И последний, это, собственно, сдвиг сезонов. Можно заметить, что с 900 по 2000 год у нас увеличилась эффективность производства, ну, сельскохозяйственного производства, примерно в полтора раза. Ну, а теперь маленькая деталь. На Земле нужно 5 миллионов тонн пищи ежегодно. Получается немножко меньше. Ну, дельта закрывается отчасти за счет использования резервов, отчасти за счет недоедающей части населения. Но эта разница 8%, максимум, иногда меньше. Вот здесь мы видим, что разница может достигнуть 40%. Совсем грубо, не будет сейчас глобального потепления, на Земле был бы глобальный голод. Масштаб этого голода изучаем такую приятную тему, как коллективизация в Казахстане. Там очень хороший и очень четкий пример. Сама идея экологического колониализма, это получение ренты развития, как экологическая рента. Бенефицеры Евросоюз проигрывают остальные базовые риски. Экологическую ренту просто не будут платить. Вероятность реализации с точки зрения прогностики исчезающей мало. Этот вариант реализован не будет. Когда мы говорим о том, что у нас происходит кризис экономической теории, я позволю себе сказать, что у нас идет кризис экономики, а не экономической теории. Экономики как формата взаимодействия людей в процессе производства. И идет переход к хозяйствованию, которое, собственно говоря, предполагает несколько иные представления о ценностях производства. И если говорить о пользе, то хозяйствами это и есть общественная польза. Пропустим разделы, связанные с технологиями. Хотя вот этот, наверное, надо коснуться его. Это одна из схемок, я ее очень люблю, которая пытается на одной карте продемонстрировать основные модели будущего, созданные с 50-х годов 20-го столетия или даже ранее, по сегодняшний день. Базовая ситуация здесь отличается тем, что в зависимости от того, какую картину мира вы рассматриваете, вы, естественно, видите и разное будущее. В период, когда люди исходили из того, что мир – это набор предметов, базовый подход – объект субъектный, исследователь – субъект, все вокруг объекта, господствовала концепция технологического развития и перехода к сверхцивилизации. Когда перешли к системному подходу, сразу же образовались кризисы и сингулярности. Экологическая сингулярность, климатическая сингулярность, технологическая сингулярность, либерально-демократическая сингулярность – она же конец истории. В действительности, все очень просто, если вы живете в мир-системном подходе и сталкиваетесь с тем, что мир имеет конечные пределы, вы, разумеется, получаете результат невозможности бесконечно быстрого развития со всеми вытекающими отсюда последствиями. Зато у вас приличный выбор, какой именно кризис вы хотите реализовать в первую очередь. Но заметьте, системный подход – далеко не все, что есть у человечества. Есть средовой подход. И там мы получаем виртуальный или дополненный мир, модели типа тканевое человечество или матрица, они довольно неприятные, но во всяком случае не связаны с этими кризисами. И, наконец, есть варианты сложных миров с очень сложным человеком и с очень сложным будущим. И вот как раз здесь нам начинает интересовать тема искусственного интеллекта. Есть такая фраза, она выглядит парадоксально, хотя те, кто попадал в больницу, понимают, что я говорю просто грустную истину. Наша медицина хорошо лечит, но чтобы выжить при лечении, нужно быть очень здоровым человеком. И это не шутка. Вам действительно вылечат вашу болезнь, но это потребует от вашего организма очень серьезных усилий, чтобы выжить. Ровно то же самое, можно сказать, в искусственном интеллекте. Искусственный интеллект решит массу проблем нашего развития. При условии, что нас хватит ума работать с искусственным интеллектом. И вот это примерно та же самая ситуация. Смотрите, в чем базовая проблема. У нас произошла революция. На иросети обрели интеллект 5-6-летнего ребенка. При этом это гениальный ребенок, который кроме того, что может на уровне 5 лет с нами разговаривать, но он еще и может работать с большими данными. И может удерживать в голове все, что необходимо для того, чтобы с этими данными работать. При этом это немного, и это далеко не разум. У искусственного интеллекта нет сознания. И не будет. По той простой причине, что мы не знаем, что такое сознание, а потому не можем придать его искусственному интеллекту. Он не может создавать иное. Он может имитировать создание нового. И в каких-то очень далеко продвинутых моделях может быть, может сделать так, что вы не увидите разницу между имитацией и действительно новым. Хотя она все равно будет. Он принципиально не может работать с понятиями смысл и содержания. И просто потому, что он построен на фоннеймовской архитектуре компьютера, а она в свою очередь на шеновском филе информации, где содержания просто нет в определении. Отсюда он работает с бессмысленной информацией. И, разумеется, у него нет интуиции, он не отличает важное от неважного, благо от пользы, работающие от неработающего. Но заметьте, он при этом довольно много умеет. И вот здесь как раз и возникает интереснейший вопрос. Обратите внимание на то, что наши и компьютерные умения очень во многом дополняют друг друга. Итак, что компьютер может? Он может обращаться с нами на нашем естественном языке, устном или письменном. Он может удерживать неограниченный объем данных и иметь доступ ко всем остальным. Он быстро ищет по любым маркерам, гораздо быстрее у любого из нас. Мы можем держать в голове пять параметров, он может держать любое количество. Он может оперировать сложными структурами. Мы не умножим матрицу мгновенно, а компьютер умножит. Он может оперировать словами, текстами, картинами, образами. Он может много чего имитировать. В итоге у нас получается очень интересная возможность. Искусственный интеллект реализует свои представления о мире. Мы реализуем свои. И технологические пакеты, естественный искусственный интеллект оказываются взаимоувязанными друг с другом. Но тогда встает вопрос, кто находится в управленческой позиции. В этом противоречии нужна точка управления. Точка управления – это, конечно, управление когнитивными моделями. Мы понимаем, что когнитивные модели можно себе представить как схематизация, как динамическое моделирование, как создание спонтанных метафор. Спонтанная метафора человек создает лучше компьютера, динамическое моделирование делает лучше компьютер, а схематизация пока мы выигрываем и очень сильно. Поэтому на данный момент времени и для всех компьютеров с фон-неймовской архитектурой человек может и должен занимать управляющую позицию в этом противоречии. И тогда мы получаем довольно интересную возможность одновременного использования человеческой интуиции, человеческой способности к богообщению, человеческой способности к сопереживанию с машинным умением решать точно поставленные когнитивные задачи. Можно выразиться и другим языком. В этой модели на нас лежит интуиция, воля и сознание, на компьютере лежит расчет, искусственный интеллект и выполнение точных принятых решений. Продолжение следует...